друзья приветствую игорь из москвы прислал посылку вот на коробочке описания значит это у нас синтек премиум 530 ильсак gf5 из кео церата свежая отработка синтак еще не проверяли интересное масло недорогое заявлено как премиальная супер-пупер вот значит две баночки свежая отработка сейчас я их очищу подпишу ну вот значит тут такой момент я не стал делать проверку свежего вернее сейчас я по новой схеме у меня тут петрубации такие были пришлось всю базу перелопатить все снести по новой переделать уперся я с с мобилом мобил один разных допусков из одного мотора и там у меня возникли сложности пришлось все переделать перепроверял образец прошлогодний который в лабе проверялся кстати результаты в пределах погрешности лабы в пределах погрешности госта получились но и в результате этих перепроверок я нашел очень интересную функцию которую кстати вот из-за которой и можно сказать и заморачивался с обновлением вот это я и хотел но потом выяснилось что эта функция доступна там в какой-то там при при покупке только мини лаборатории там составе нескольких продуктов там вискометра еще чего-то ну короче но в итоге я нашел случайно произошло одно из масел совпало с каким-то кастролом но я вам покажу в одном из следующих видео где-то покажу этот процесс и теперь я делаю так делаю болванку на значит по эталонному маслу а потом обновляю это масло спектр обновляю тем маслом который мне нужен нужные ну и корректирую данные и получаю появилась одна очень очень интересная фишка вот сейчас я вам покажу и так здесь прибор захотел перепроверить чистоту и вот сейчас он уже анализирует отработку здесь отписание автомобиля масла и смотрите что появилось там видите надо щелочным над тбн там кислотное число кислотное я выставил скажу по правде взял дан подождите по моему поэтому и не не помню по моему поэтому данные я брал данные с ойл клуба но выставил так значит смотрите масло полностью рабочие вот но щелочное начало срабатываться видите три с половиной это уже порог предупреждения она еще походит но недолго и это удивительно пробег на масле 4850 километров и средняя скорость как заявил владелец 52 километра в час 90 процентов трассы вот средняя похожа на трассу но очень подозрительно низкий ресурс масла поэтому я откопал линеечку свою и сейчас давайте посмотрим значит очень сильно может влиять на результат занижать его разжижение масла то есть по аналогии прибор анализирует спектр свежего а потом сравнивать со спектром отработки так вот если взять свежие как например как кофе по аналогии до отработка разжиженное масло это как обычно разжижается топливом топлива как как молоко то получается мы анализируем кофе с кофе с молоком и поэтому результат не совсем достоверный давайте посмотрим принципе не должно быть тут каких-то проблем пробег на масле очень низкий трасса идеальные условия пробег автомобиля небольшой но вот смотрите ситуация тем не менее достаточно сильное разжижение она еще не критическое но уже я считаю что в желтой зоне однозначно то есть они стал тут подставлять линейку но уже практически практически она подъезжает не знаю может быть топливо попадает владельцы бы проверить вот но на лицо эффект масло сильно разжижилась я думаю из-за этого есть занижение но в любом случае там или сак наверное больше двухсот бы и не прокатил часов кстати ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео ну и здесь примерно я вот оценил я выставил щелочной 8 и 2 прибор намерил в отработке 8 3 и 5 и учитывая заявленный пробег и моточасы у меня получилось 100 моточасов ну чуть чуть ниже конечно результат очень низкий я думаю что реально он конечно повыше вот но вопрос насколько здесь масло разжижено если кто-то захочет прислать такое же масло давайте значит образец создан можно будет проверить уже и сравнить с мобилом в которой я уперся я буду продолжать разбираться там непонятно я уже эти трава не запустил и кучу все сделал но тем не менее вот и ближайшие видео еще тут мне прислали масло из челябинской области это лукойл в н допуском 504 505 пробегом 27 тысяч 200 километров 400 практически 20 моточасов посмотрим что с ним стало благодарю всех за кто досмотрел до конца всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока